Всем здравствуйте! Где-то осенью 2020 года я снимал видео об таком зимнем сорте яблок, как джанатан. Хочу отметить, что джанатан это один из моих любимых сортов яблок, зимних сортов. И когда я выпустил это видео у себя на канале, опубликовал, кто-то в комментариях написал, что Да вы что! Джанатан это вообще никудышное яблоко. Оно не лежит. Оно уже к середине зимы, то есть к середине января месяца. Оно уже рыхлое, несочное, сморщенное. Вообще никакое яблоко. Да фу-фу-фу! Я очень удивился, потому что я уже далеко не первый год, как говорится, употребляю джанатан в пищу. И это одно из моих любимых зимних сортов яблок. Поэтому я как-то на этот комментарий обратил внимание и вот дождался весны 2021 года. И хочу показать сегодня вам, как выглядит, как чувствует себя яблоко джанатан, выращенное без использования химии на обычном дереве, которое ничем не обрабатывается в деревне. Яблоко, которое сохраняется в обычном деревенском погребе, без каких-то супер технологий. Просто выкопанный в земле классный погреб, без дополнительных холодильников, без дополнительной какой-то там вентиляции, соблюдения микроклимата. Просто в погребе лежит яблоко в обычном ящике. И сегодня хочу показать вам, как оно выглядит. Собственно, отправляюсь в деревню и продолжу там уже съемку. Яблоки лежат вот в этом вот погребе. Спускаюсь в сельский обычный погреб. Вот здесь овощи. Это картофель, свекла, лучок. И вот яблоки, которые уже сгнили и немножко вложили в сторону. А вот яблоки. Вот плохо видно, к сожалению, солнце нет. Свет искусственный. Вот, пожалуйста, Джонатан. Так, здесь, если не ошибаюсь, это вообще груша. Кстати, такая классная. Нужно будет попробовать. Вот это тоже, кстати, тоже Джонатан. И смотрю, есть что-то желтенькое. Это что такое? Вот это не знаю, что за яблоко. А, я знаю, это старая такая 50-летняя яблоня. Один словом. Яблоки я возьму в пакет, привезу домой, помою. И тогда сделаю уже непосредственно обзор, что они из себя представляют. Вот яблоки, которые я снимал. А вот я подумал, что это гнилые яблоки. На самом деле, это не гнилые яблоки. Это яблоки серый Ренет. Их называют. Очень интересное такое яблоко, специфическое. Запекать хорошее. Но я печеные яблоки не люблю. Поэтому в сыром виде тоже очень хорошее. И очень хорошее для использования как начинка. Там пироги, пирожки и т.д. и т.п. Говорят, очень много витаминов в этом сером Ренете. Итак, продолжаю изъемку уже дома. Вот этот ящик с яблоками преодолел 130 километров. Я уже дома привез яблоки из деревни, прям с ящиком. Здесь в основном Джонатан. Вот Джонатан. И есть несколько яблок другого сорта. Вот этой старой яблони. Вот смотрите, это яблоки из погреба. Да, вот видите, здесь что-то как бы такая, чуть-чуть как бы плесень. Но это вообще не проблема, это смывается, не проблема. Есть на яблоки падали, ну вот, штукатурка что-то падала, какая-то пыль. Но это вообще органик. Никакой химии, никаких нуль-ноль обработок, вообще никаких. При хранении ничего не используется, просто лежит при температуре погреба яблока. Все. Теперь я давайте помою несколько яблок Джонатана и покажу вам, как этот Джонатан выглядит. Сегодня, напомню, сегодня 21 марта 2021 года. Итак, яблоки, которые пролежали, ну, скажем так, 4 или 5 месяцев в погребе, вот так они выглядят. Но стоит эти яблоки помыть, и они совершенно по-другому выглядят. Да, есть вот какие-то моменты там по поводу чуть-чуть парша, чуть-чуть. Где-то там оно стукнулось, где-то оно там побилось об ветку. Но есть вот, например, такое яблоко, оно вот это, самое ближе к вам. Оно вообще практически идеальное. Но, одним словом, это все теория. Давайте так, я установлю камеру на штатив и попробую разрезать и показать вам, насколько оно рыхлое, нерыхлое, сочное или не сочное. Так, давайте для начала я одно какое-то яблоко разрежу вам. Теперь слушайте, как режется яблоко. То есть звук, вы слышите, оно хрустит. То есть оно нерыхлое. Вот срез. Ну вот, не знаю, передаст камера или нет, но вот видно на нем, на срезе, это сок. Дальше, давайте я так попробую. Конечно, у меня нет силы гидравлического пресса, но я попробую сейчас. Вот, смотрите, сок. Вот, видите, давлю. Давлю сок. Так, вот. Видите, капает. То есть в яблоке есть сок. Конечно, оно не как летний белый налив, но оно сочное. Здесь есть сок. Ну, а теперь давайте я еще сяду и попробую перед вами немножко поесть. Это как бы нехорошо на камеру, но для чистоты эксперимента все-таки. Итак, половинка. Внимание. Я не знаю, слышал ли вы или нет. Еще раз. Один наш украинский политик сказал своему подчиненному, каких вам реформ еще не хватает. Точнее спросил. Он, конечно, сдобрил это все немножко другими словами, но перефразируя нашего политика, хочу спросить, какого вам еще хруста, какой вам еще сочности не хватает. Джонатан, это вообще бомба. Это вообще бомба. Вот я помню, я знаю, что вот всегда Пасха происходит весной. Ранняя Пасха это где-то апрель месяц, поздняя это уже май. И даже если поздняя Пасха, Пасха где-то там 3-е, там после 9-го числа, середина мая, да? Видите, не вру, середина мая, Пасха, и где-то там в погребе сельском еще завалялся Джонатан. Я вспомню, что я прихожу на Пасху, на позднюю в погреб, и там еще есть где-то лежат яблоки. Они еще вот такие вот, такие же в условиях погреба. Поэтому не говорите дурныц, как говорят у нас в Украине, или глупости. Не говорите глупости. Джонатан, это вообще замечательное яблоко. Не кислое, не сладкое, что-то посередине сочное, хрустит, хорошо лежит. Болезни, в принципе, не боится, чуть-чуть повреждается паршой, но в принципе это как бы терпимо. Поэтому Джонатан я всегда поддерживал, поддерживаю и планирую поддерживать. То есть такая яблоня в саду должна присутствовать. Больше мне нечего к этому всему добавить. Желаю побольше вам вкусных и полезных яблок. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...